Музыка На сегодняшний день итальянские автомобили имеют всемирную славу. В основном благодаря суперкарам от Ferrari, Lamborghini, Maserati и прочих компаний, таких как, например, Pagani. Но что вам известно об итальянских танках? Скорее всего ничего, ибо итальянская бронетехника не сыскала такой же громкой славы, как и итальянские автомобили. Ну что ж, время расширять кругозор. Сегодня мы рассмотрим танк от макаронников OF-40. Для этой машины пожиратели пиццы соорудили элегантный корпус из многослойного картона, поставили в него довольно неплохой движок, сверху нахлобучили годную башню, имеющую неплохую броню и не имеющую выпирающих лючков, инсталлировали в нее 105-мм пуху на американо-европейский манер, с крайне неплохим УВН, кстати говоря, и попытались с этой машины выйти на мировой рынок бронетехники в 80-х годах. Ну а там, естественно, только их и ждали, поэтому итальяшки сделали ровно 36 таких танков, загнали их объединенным Уравским эмиратом и на этом проект свернули. Честно говоря, OF-40 нечистокромный итальянец, это всего лишь итальянская версия немецкого танка Leopard 1. Видимо, версия не самая удачная, потому что этот самый Leopard 1 идет в той же самой ветке, только под пятым левелом, в то время, когда OF-40 всего лишь четвертый. Тем не менее, пересев на этот танк из-за рычагов Т-64, я испытал чувства, схожие, наверное, с теми, когда садишься за руль Мерседеса после того, как 10 лет бомбил на шахе. Серьезно, у танка стал опускаться ствол, позволяя использовать складки местности. Эта машина более динамичная, несмотря на то, что максимальная скорость у него с 64-кой одна и та же, однако разгоняется он ощутимо быстрее. Пушка примерно раза в два точнее, чем у 64-ки. Хочется то же самое сказать о скорострельности, то есть она намного быстрее перезаряжается. Дамажит при этом она, конечно, не так смачно, как 64-ка, но все-таки урон наносит. В итоге, скорострельная и точная пуха, отсутствие брони в корпусе машины, отсутствие выпирающего из башни люка, принимающего снаряды, предоставляют вам на выбор два варианта игры на этой машине. Либо поддержка огнем с большого расстояния, либо танкование от башни. Надеюсь, никому не надо объяснять, что это значит. Но тем не менее, на всякий случай, это когда ты высовываешь только башню, а корпус твой остается где-нибудь за складкой местности или еще чем-нибудь подобным. Трупом союзника, например, камнем. Но поскольку команды здесь в основном состоят на 80% из наемников из Тупи Тормози Гоп Компани, поддерживать частенько бывает просто некого, ибо ББМ, которые должны осуществлять в этой игре разведку, частенько стоят в кустах и пытаются накидывать дамаг. Поэтому я чаще все-таки выбираю стиль танкования от башни. Однако не на каждой карте и не в каждом месте это возможно. Гиблое дело вступать на этом танке в перестрелку даже один на один, ибо он имеет самый низкий дамаг среди всех ОБТ на своем левеле. А реализовывать его скорострельность при перестрелке из-за укрытий практически невозможно. Поэтому если уж вам и пришлось это делать, советую врага первым делом загуслить, и желательно в такой позе, когда у него будет из-за поворота торчать его корпус, а башня будет за поворотом, и он не сможет по вам стрелять в ответ. Продолжайте стрелять ему в гусеницу, наносите дамаг, держите на гусле, и таким образом его забираете. Но опять же, чтобы это осуществить, нужно, чтобы на небе, естественно, сошлись звезды. Но если вы предпочитаете синицу в руке, журавлю, летящему высоко в небесах, запаситесь терпением и ждите засветки от команды, и стреляйте по врагам издалека. У карты Вечная Мерзлота есть одно неоспоримое преимущество. На ней нет травы, а следующая игра во время игры на этой карте не лагает. Особенно не лагает, запись не сыпется. Я согласен, что в этой игре, возможно, не такая уж и плохая трава, но она не такая уж и прекрасная, с другой стороны. Она лучше, чем Wargaming, но похуже, чем War Thunder, но при этом она лагает. Она мерзко, сука, лагает, блядь. Лучше вы сделаете убогую траву, но более красивые танки. Я думаю, что игроки этот ход оценят как-то больше, нежели, чем вашу вот эту вот травку, блин, из-за которой FPS проседает в два раза. А пока надеюсь, что в этой игре будет как можно меньше травяных карт, потому что исправлять они это явно не спешат. Других плюсов у этой карты я пока не вижу. Особенно если учесть, что вот там вот на заводе в центре можно стрелять через здание, а снаряд пролетает насквозь через дома. Здесь, собственно, реализовывать точность и скорострельность танкового F-40 возможно только вот здесь, на девятой линии. Но если вы играете от этой базы, если вы играете с верхнего Респотона А-линии, да, ну на завод ехать в ближний бой, 64-ка союзная утонула. Да. Просто, я не знаю, меня многие игроки все больше и больше поражают в этой игре. Я не знаю, даже в World of Tanks никто не тонет, а здесь тонут. Это, я не знаю, у меня нет цензурных слов в адрес этого человека. Я попал в линию гусеницы, вообще-то, между катков, но почему-то... Да, в этой игре, в отличие от World of Tanks, хер кого загуслишь. На гусли просто никого не поставить. Не знаю, вот если только во фронтовую проекцию по гусеницам шмальнешь, тадада. Сейчас попытаюсь танкануть от башни, но, скорее всего, у меня корпус вылезет. Я ему мало почему-то оказался интересен. Он там ББМки наши, видимо, решил отшотать. Он, в свою очередь, тоже пытается, видимо, спрятать нижний лист сейчас за какой-то кочечкой. Но это 64-ка, у него всегда есть люк. Аварийная зона пробития, это люк у него на башне. У них вся команда на базе кто-то дает нам ценную инфу, а то это непонятно, как бы, по геймплею. А, почему сейчас я по нему не попал? Я, честно, вообще не понимаю, куда снаряд просто пропал в воздухе, такое чувство. Так, вот Лав. По Лав-300 он не даст, наверное, выстрелить. Или даст. Или дал. Или дал. Одно-единственное колесо Лав-300 снес. У него осталось еще 7, наверное, или сколько там, 5. Лав-300 не та тачка, которую можно загуслить. Вот так высовываемся, даем плюху, заряжаем, все. Лав-300 помер, походу, да? Да, Лав-300 забрали. Ну что, я уже 940 дамага нашинковал, при этом я еще фуловый. А, нет, Лав-300 еще живой, нихера ты, курилка, блядь, жив еще. А, да. Отмучился. Ну что, кто-нибудь будет забирать этот 64? Арта, не арта, но... Света нету, опять же, у нас. Я не знаю, где наши ББМ, которые должны сюда ехать, подсвечивать. Никого тут нет. Только я и 64, которая собирает снаряды от врагов за каким-то хреном. Наверное, она коллекционирует. Коллекционирует болванки, пробившие броню. Самая странная коллекция. Шеридан и Лав-300 дрочат у нас на линиях Д и Е. Задолго позади нас и ждут, что мы на себя, видимо, выманим врагов. А они такие два Д'Артаньяна будут оттуда стрелять. Хрен вам, пацаны, нарыло. Я потому что туда не полезу. Они сюда не полезут тоже. Света вы не даете. Что мне здесь делать? Делать нечего. Я еду обратно. На эту 64-ку мне похрен. Я могу ее сам завалить. Я абсолютно не испытываю никаких командных чувств в рандомных боях в этой игре. Ни к союзникам, ни к врагам. Причем союзники зачастую, как это часто бывает, намного более тупорылые, чем враги. Вот, блядь, стоит Шеридан, Слав-300. И стоят, блядь, и ссать они хотели. Что тут? Света нет. Стрелять некуда. Что делать нехер. Это им насрать. Да, встаньте, блядь, на захват кто-нибудь. Ну, надо понимать, что врага надо выманивать. Встал на захват. Стоишь, все, ждешь. Враг к тебе сам приедет. О, в люк полный дамаг прошел. Причем я ниже его стою. По уровню все равно. Блядь, фугас надо зарядить. Сейчас его вскрысят, можно не волноваться. Или они вообще решили... Ни хрена не делать решили Лав-300 и Шеридан. А, вообще враги на меня прут. Просто со всех щелей уже прут. А, Шеридан ушел. Шеридан отъехал. Море пользы чувак принес. Неоспоримый. Он стоял. Не светил. Ничего не делал. И помер. Да, участник боевых действий number one в нашей команде. Счет 7-7. Упорная борьба. Я фуловый. Надам под свет. А кому дать под свет? Нет, арту уже слили. Лав-300 уехал. А я сейчас буду просто зажат между двух врагов. Бам! Каммулетив 400. Видите, каммулетив здесь наносит существенно больше дамага, чем бронебойка. Бам! Еще. Прямо в корпус. Между снарядом и башней врага. Он пытается играть от башни, но... Не очень-то у него выходит. А вот сейчас магическим образом мой снаряд полетел куда-то, блядь, просто вообще. В неизведанные дали. Это насрать. Надо того забирать. Надо забирать того. Потому что если я начну перестреливаться с этим, они заберут меня вдвоем. А все, мне уже деваться некуда. Сейчас я выйду под стволы, да? Как-то он не сдох-то, я не понял. Ну давай, посмотрим, что ты умеешь. Попали. Сейчас кто на камуле перейдет, тот и... О, что показывает игра, какую волшебную графику, да? Да, он каммулетивом шотнул. Блядь. Перехвалила точность этой машины. Потому что вот сейчас именно она меня и подвела. Но подвела она не так сильно, как эта деградонтная команда, которая, блядь, я не знаю, кое-как, кое-как бой затащили. Но при этом я свои 2 700 дамага накидал. Я вообще считаю, что за нормальный бой нужно вывозить не меньше 2000 дамага. Если меньше 2000 дамага привез, значит бой был неудачный. Они даже не едут на ОФ-40, им нахрен ничего не надо. Шеридан развернул. Обожаю людей, которые играют на Шериданах. Они мне, я смотрю, так нравятся все больше и больше. Просто один стоял, блядь, где стоял там и сдох, наверняка без дамага. Второй посмотрел, посмотрел, что там где-то враг, причем сильно недобитый. Думает, а нахрен я туда поеду? Поеду я по своим делам тут покатаюсь, тут что-нибудь поделаю. Якобы я кого-то ищу, а на самом деле им просто нахрен ничего не надо. Лишь бы не убили. У Шеридан откуда-то 2 фрага, где-то скрысил, наверное. Смотрим за еще одной перестрелкой. Чувак с ником Маус на ОФ-40 разбирает нашу 64-ку, которая почему-то пытается выцеливать БМД, которая стоит хер знает где, вместо того, чтобы стрелять. Ну, ты посмотри, он башню отвернул. Ну, это самое время дать ему плюху. Ёпту, что ты дергаешься? Охуенный выстрел. Зрители рукоплещут. Чуваку под ником Мишурин. Соберись, Мишурин. Сейчас заберут же. Бам! 453 дамага. Причем это, скорее всего, ББшкой. Рикошетнул. Господи, тебя, блядь, Христос, наверное, тебя благословил на этот бой. Как он тебя не угрохал? Ох, бля, вот это везуха. Так, а теперь попытаемся найти себе место на карте реактора. Очень, не очень, очень, не очень люблю эту карту. С тех пор, как узнал, что дамба вот это вот сверху глючит, над парапетами стрелять нельзя. Снаряды долетают, но дамага не наносят. Магия, магия разработчика Obsidian Games. Вот, кстати, частенько в боях теперь меня начали узнавать, что-то мне пытаются писать. Но именно в это время у меня, как назло, чат забанен частенько. Сейчас у меня, кстати, чат работает. А вот когда чат работает, меня никто не узнает. Вот облом. Так, значит, здесь первым делом что надо попробовать сделать? Первым делом надо попробовать отстрелять людей, которые встанут на F5. А там будут стоять ЛАВ-300. Я вангую. И БМДшки. Ну, я уже говорил, да, что в Wargaming все время все играют шаблонно, да. Здесь в этой игре можно не играть шаблонно абсолютно. Здесь арта ничего никому не диктует и не навязывает никакие правила игры. Но все равно, поскольку здесь сюда все пришли из Wargaming, они продолжают играть шаблонно. И абсолютно предсказуемо можно предугадать, кто встанет, где встанет, что будет делать, куда будет стрелять. Видите, меня светят. Сейчас смотрите, откуда снаряд полетит. Вот, с той шишки. Что ж ты тут, сука, ездишь ты мне, блин? Фару разбил, 19 дамага нанес. А я ему втаранил 70 каким-то хреном. А, он мне 70 втаранил. Вот гад. А ему только 19. Ну, правильно, у меня не танк, а скорлупка. Ее тараном можно забрать, наверное. Ваншотнуть тараном не самым сильно. А, если кто-нибудь подсветит вот здесь. Да, подсветит, да. Догонит и еще подсветит. Как правило, в боях постоянно свет есть только у врагов. А вот наш свет, послав небесам четыре, два раза, два раза по три красные цифры, начал коптить это хмурое небо. Да, просто Тургенев, ёпта. А, что делать-то теперь, не нахрен. Света нет, ничего нет. Вот в этой игре, причем я говорю, что не имеет смысла играть шаблонно, потому что здесь ОБТ целиком зависит от света, от светляков. Не едут туда светляки и мне там делать нехрен, да. Вот я встал, рассчитывал, что кто-нибудь подсветит, да. Вместо этого поехал, приехал Swingfire, сука, бестолковый. Постоял, постоял, да и помер от застоя, видимо, со скуки. Никто ничего не светит. Вот посмотрите, что обратите внимание, где у нас стоят БМДшки, ББМки, жало всякие. Где они стоят? Они стоят где-то в заднице. Между тем, мне кажется, что надо начинать снимать видосы про то, как надо играть на БМДшках. То есть, втирать людям одно понятное, простое правило, что, сука, свет должен быть всегда. Да, твоя задача делать так, чтобы врага было всегда, блядь, видно. А уж на кто-нибудь и найдется, кто ему урона втащит. Но врагов не видно, свет первый, блядь, любитель подрочить в кустах, потому что какой-то умник решил, что было бы классно дать... Ёб твою мать. Дать свету такие бонусы, стоячие из кустов, да, чтобы дальше видеть, меньше быть заметным самому. То есть, свет благословили разработчики на то, чтобы свет стоял в кустах и нихера не делал. Обратите внимание, что БМДшка дамагу наносит кумулятивом столько же, сколько основной боевой танк бронебойным снарядом. Это она еще ПТУР не включала. Я вот думаю попытаться 64-ку в задницу разобрать или меня самого разберут. В какое-нибудь сладкое место. Так, он разрядился. Читай мои мысли, чувак, читай мои мысли. Помогай, помогай забирать его. Так, кто-то пошел забирать БМДшку, это очень хорошо. Танк конфискован. Тут же в спину врезается очередной камуль. Где там кто-то, кто меня прикрывать поехал? Охрен его знает. Уже помер. Так, тут арта попыталась выстрелить. Уходим, уходим. Вон, высвечиваем 64-ку, которая стоит там и рукоблудствует на базе. Как последний, блин, мудофил. Высовываем башенку, стреляем в ЛАВ-300 мимо, потому что, сука, нехуй. Стрелять не сведясь. Настоящий отстой. Из невидимости летят снаряды 64-ки, но в 64-ку я... Издалека я предпочитаю стрелять бронебойными снарядами, они быстрее летают, да? Камули летают с такой скоростью, что можно успеть отъехать. А, у меня стоит оптика на этом танке, поэтому он очень неплохо видит. Блин, ну, вообще-то он нагнулся и встал в такую позу, что, вообще-то, я должен был его пробить. Да. Единственное, что перед у этого танка очень длинный, он выпирает, даже когда я пытаюсь не высовываться. Арта, сука, тебя не хватало, но она через камень задолбётся меня. Хотя у меня жизнь-то осталась на один раз на ладан дунуть. Ну, давайте, кто-нибудь, что-нибудь сделайте полезного за свою, сука, жизнь. Кто меня светит-то оттуда, я не понимаю. Стою за камнем, никого не трогаю, нет, всё равно за свет. И дымовые кончились, да? Это не самый удачный бой будет, это однозначно. Но я не занимаюсь тем, что выкладываю только удачные бои. Я в конце покажу просто свою статистику на этом танке и всё. Балаболитесь и... Как бы и вести бой одновременно задача в два раза сложнее, чем просто вести бой молча. Как это бывает обычно. Ну, почему ОФ-40, который приехал к ним под самую жопу, никого не засветил? Я просто не понимаю, у него чё там, блядь? Экипаж глаза потерял где-то во время сражения или что? Сейчас Свингфаер будет забирать его, да? Ну, понятное дело. Видимо... Шотная 64-ка либо сдохла там, либо скрылась в неизвестном направлении. Здесь где-то стоит... Старшит, но это он далеко. Здесь где-то БМП. Вот БМП-то я больше боюсь. ОФ-40 продолжает терять здоровье. Вот я и обнаружил. В то время... Оп! Чуть не сдох. В то время как наш ЛАВ-300 ни хрена... Я не знаю, почему у врагов дальность обзора намного лучше, чем у нас. Хотя они точно так же, как и мы, стоят на открытой местности, но их почему-то не видно. Нас в это время видно просто прекрасно. Ну, возможно, что нас светит не оттуда, а где-то здесь. Ну, шотную 64-ку мы забираем. О, БМП-шка-то... Три жизни, ёпчеть! Здоровья меньше, чем у кошка. О, всё. Ага, это была печенька. Так, я, значит... Я вперёд не поеду, я шотный, я манал. Пусть едет тот, у кого... Пусть первый камень кинет тот, у кого жизни побольше и обзор подальше. Мы должны, суки, забрать этот бой. Мы должны его затащить. О, Ф-40. Я опять обнаружен, я просто охуеваю. Я просто охуеваю. Я не знаю, как они это делают. Опа, снаряд. Бам. Ещё один такой снаряд и до свидания. Мой любимый город. Так, там никого не видно. А этот где стоит? За домом. Ну что, я дам ещё кому-нибудь плюху престижа-то? Напоследочек. Что это? С их артой происходит что-то непонятное. Придётся в БМД-шку шмальнуть. Как на неё навестись-то? Мне кажется, она юзает технологию из фильма Ридик. Где от пули его уворачивались-то. Быстро-быстро двигаясь. Так, этого не видно. Там товарищ за домом очкует. Шеридан должен его забрать, я считаю. Ну что, свинка вылезет поиграть? Я бы ломанулся за свинкой. Да не доеду, не успею я. А что тут, стены теперь не бьются, что ли? Раньше пробивались вроде как. Попробую сейчас осколками фугаса забрать. У неё там здоровье-то ерунда. Да, не тот калибр. Не тот калибр и не та игра я бы добавил. Тут надо внимательно, можно из скалы упасть на свою последнюю... На свои последние 140 здоровья. Что ж, в этом напряжённом бою мы, кажется, сумеем вырвать победу. 64-ка в домах, арта в домах, БМДшка за сараем. Думаю, надо забирать БМДшку. Заберу-ка её кумулятивом, пожалуй. Если успею, конечно, она меня тоже может прекрасно забрать тем же самым кумулятивом. Причём она увидит меня, как водится, раньше. Но хочется дамага-то успеть привезти в копилку. Я лучше уж помру, но дамага немножко... Ну, сука. Цель ушла. Чё-то как-то мало, 340. Ну, потому что через гусеницы зато прошло. Спасибо, что вообще нанёс. А у неё ствол не опустился, потому что это советский аппарат. Традиционно. Видимо, Советский Союз готовился встречать угрозу с Марса. И задирать стволы вверх, и стрелять только в небо. Но полторы тысячи дамага не самый удачный бой. Сейчас посмотрим, может, я по засвету много чего привёз. Нет, по засвету ничего привезти не повезло. Хотя врагов я обнаруживал, но... И при этом я всё равно по дамагу в команде третий, даже с такой не очень убедительной игрой. Хотя вон другой F40 совсем был не убедителен. Но получилось, как получилось. В общем, надеюсь, всем понравилось. Вот такая вот машина, вот такой вот видос. Тем более, Леопард один у меня вкачан уже со временем, думаю, будет видос. И о нём, хотя, может, и смысла нет. Машина-то вроде как одна и та же. Первое, что мне бросилось в глаза, похожесть. Это вот эта вот угловатая деталь здесь на маске орудия. Я подумал ещё, думаю, о, как они похожи. Играются-то точно так же. Обе картонные, обе снайперские. И вот этот подъём на заднице. В общем-то, корпус одно и всё. Всё то же самое, только итальяшки сделали его немножко в своём стиле. И, по-моему, итальянский выглядит как будто бы подлиннее. Но это кажется. Вот. Так что вот так вот. Собственно, чё-нибудь жмите, чё-нибудь пишите. И адьё. Собственно, чё-нибудь пишите.